Слава Господу! Будем читать из 19 главы Луки, с 29 стиха. «И когда приблизились к Вифагии и Вифании, горе, называемой Леонской, послал двух учеников своих, сказав, пойдите в противоположное, противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. Если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему, так, он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали, «Он надобен Господу». Перевели его к Иисусу, накинув одежды свои на осленка, посадили на него и Иисуса. И когда он ехал, постелали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы с Леонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога. За все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава Вышних!» И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученика-антовника!» Но он сказал им ответ, «Сказывает, что если они умолкнут, то камни возобьют!» И когда приблизился к городу, то смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих!» Дорогие братья и сестры, сегодня Господь дал нам такую чудную возможность прийти в Храм Божий. Кто-то по-разному сюда пришел. Просто нужно было прийти, все идут, и я пришел. Господь нам сегодня предлагает Слово Свое. И через песнопение, «Аллилуйя!» несется Господу Вышних. Но этот чудный хор наш, здесь, на земле, но что будет там, на небесах, когда придет Спаситель, когда Он придет со Своей Церковью, приведет ее в чертоги Свои, это будет слава, а не смолкаемая там, дорогие братья и сестры. Эту песню пели Иисусу на земле пастухам, там ангелы, когда славили Господа, что Он пришел в этот мир, что Он пришел совершить свое дело, для того, чтобы мы жили, для того, чтобы уверовавшие в Него имели жизнь вечную, чтобы они были особенным народом, избранным, дорогие братья и сестры. И мы услышали Слово Свое благовествование некогда. И мы уверовали. Господь коснулся сердца нашего. И многие слышали, дорогие братья и сестры, о том, что пришел в мир, делает чудеса, о нем мы как слышали. Но не каждый славил Господа, а лишь тому, кому дано было. Тот, который видел в нем именно Спасителя, тот, который видел Царя в нем. Постилали одежды, и дети даже славили, дорогие братья и сестры, в храме, когда Он пришел. Воспевали Асанна. Асанна сыну Давидову. Все ожидалищие в этом мире. Кто что ожидает? Дорогие братья и сестры, что мы ожидаем в жизни своей? Или Царя, который должен был прийти, чтобы здесь нам было хорошо, здесь, может быть, устраиваем свою жизнь? Знаете, до поры до времени. Я знаю, что, когда близко будете к Господу, когда Господь войдет в сердце ваше, обильно, полно, когда войдет в распахнутую вашу дверь, то вы совсем иначе будете смотреть на все. Все это мирское, что же на земле здесь, оно будет бесценно. Как во времена голода, когда люди отдавали за кусочек хлеба слитки золота, чтобы насытить душу свою, чтобы укрепить ее. Так в неблагоденствии для вас будет все бесценно. Для вас будет ценно душа, брат, сестра, которая рядом с вами. Его переживания, его состояние. Вы будете дорожить этим. Я это как-то испытал еще. Ехал однажды, заехал на один тракстап и стал как раз на заправку. А смотрю, другой брат, тоже с нашей церкви, стоит уже там заправляется на траке. И я так обрадовался. Знаете, для меня это было что-то как глоток воды с нашей церкви, вместе. Мы служим Господу. Знаете, что-то родное такое, близкое. И он видел меня и обрадовался. Мне начал говорить, я тот и тот и думает, что я его не знаю. А я его знаю прекрасно. И знаете, эта радость, она наполняла сердце мое. Я видел и он тоже, довольный, что мы встретились. Мы не могли немножко расстаться. Даже здесь мы не имеем общения никогда. С ним не имели. А то просто стали, находили общее что-то. Говорили. Ну так время, оно проходит и уходит, дорогие братья и сестры. И нам пришлось тоже расстаться. И мы разъехались. Так вот в жизни нашей, когда мы встретимся где-то, будет гореть наше сердце друг к другу. Почему? Потому что мы родные. Мы в Иисусе Христе сроднены с Ним. Вы знаете, Господь не просто так пришел на эту землю. Он пришел, чтобы спасти нас. Чтобы возродить нас к новой жизни. Чтобы это мирское все, оно было ничто для нас. То есть, не то, что мы должны не трудиться, ничего не делать. Но оно должно быть на втором месте у нас. То есть, оно на заднем плане. Не заботитесь о том, что вам есть и пить. Не заботитесь об этом, ибо это и ищут язычники. Ваше желание должно быть в доме мой, в общении, там, где народ мой. Чтобы иметь чудное, значит, общение для того, чтобы укрепиться, чтобы духом наполниться. Для того, чтобы идти в этот мир. Чтобы идти по нему, дорогие братья и сестры. Не надо многое. Даже, как помните, когда проходил служитель Божий, и женщина говорит, давай сделаем, говорит, это самое для него комнату. Вот этот человек, который проходит постоянно здесь, он святой. Он святой. Дорогие братья и сестры. То есть, все, что есть, когда мы в этой жизни, оно все бесценно. То, что мы будем хорошо одеты, может быть, или просто, знаете, будем одеты простом, но чистенько. Я когда видел, вижу это самое, детей Божьих, особенно вот, которые придерживаются еще, знаете, когда родители их как жили, и они одеваются так, и я однажды смотрю, подъехали к магазину, выходят, и выходят, значит, и много деток с ними, молодые, совсем еще молодые, но так много их, как, знаете, и горох вокруг их. И я так смотрю и любуюсь, они одеты, как, знаете, подобает. И я так смотрю, и я их поприветствовал, не знаю, кто они, с какой динаминацией, что, но я вижу, это дети Божьи. Это те, которые, я даже и не задумывался о том, что они верующие, неверующие, но я вижу, что это дети Божьи. Я их поприветствовал, и посмотрел, сердце радуется. Слово Божие, когда-то, оно предупреждает нас, почему брат призывал, оставим все мысли, то есть, он имел в виду, не будем за слова браться, он имел в виду, все нехорошие мысли, они так нас тяготят порой, они так наступают на нас. Но, дорогие братья и сестры, Господь дает победу, Господь дает победу, Он дает силу, Он на все, Он не напрасно пришел, Он есть царь всего, и творец всего, дорогие братья и сестры, Он сотворил нас, Он заботится о нашей жизни, Он говорит, и волосы на голове ваши сочтены, Он знает нас по именам, дорогие братья и сестры. И поэтому, все мысли, ненужные, которые атакуют нас, и когда мы воззовем к Нему, мы не можем, дорогие братья и сестры, с этим справиться, я вам прямо говорю, для чего послан Иисус в жизнь нашу? Через Него, Он ходатай есть, через Него мы имеем победу. Мы сами не устоим ни во что, ни в чем. Всякие искушения, смотришь то другое, глаза смотрят, иной раз попадается то, что не думаешь даже. И мысли всякие, знаете, пронзают. Но Господь, для этого жизнь пришел, отдал для того, чтобы нам помочь. Он есть победитель. Не мы, дорогие братья и сестры, в нем, когда мы сокрываемся, когда мы бежим, Господи, вот атакуют меня мысли, вот то другое, только Ты, кровь Твоя сильна, омывать это все, чтобы не допустить всего этого. Дорогие братья и сестры, и выйдет победа, не Ваша, а тот, который победил. Он заступник наш, мы немощны, мы ничего не можем, дорогие братья и сестры, но мы сильны в нем. Почему? Потому что Он укрепляет нас. Он благословляет нас. Он дает жизнь новую, дорогие братья и сестры. Он хочет, чтобы мы были на высотах, не по земле, внизу где-то мы, значит, что-то искали там в земле. мы думаем, мы думаем, что так просто. Мы думаем, ну раз так, вот просто Господь, придем, помолимся. Но вот задумайтесь о том, что Он царь царей, Он творец всего. Как Он не может сделать малым, что-то в жизни нашей? О чем мы думаем или помышляем? О чем тоскует душа наша? Желая освобождения, или для того, чтобы укрепиться Его благодатью, или получить просимое? Его Слово верно. Он говорит, если двое или трое, будете просить, что неимовое, я-то сделаю. Я сделаю. Дорогие братья и сестры, мы должны довериться Господу, и поэтому не шататься ни туда, ни сюда. Я иногда так вот думаю, мы думаем, иногда так вот унижаем церковь. Ну каким образом унижаем? Мы не обращаемся, может быть, даже сколько раз обращался, молились или еще что-нибудь. Не буду обращаться туда, значит, Бог знает мою нужду. Но знаете, сила в церкви, сила в общении, сила идет тогда, Господь действует, когда мы двое или трое. То есть, когда мы обращаемся к Нему. Мы приходим не к церкви, мы к Нему через церковь приходим. И когда поддержит кто-то. И я однажды так сидел, мне нужно было идти на операцию, ну такая, она не хирургическое вмешательство, а, значит, ну тоже она считается операцией. И, значит, я так сижу в собрании, да думаю, не буду отягощать братьев, сестер, уже так вот об этом просили, чтобы, значит, за меня помолились, на операцию, туда-сюда. Но все равно давали, значит, наркоз. И стал проповедник один, не наш. И он, говорит, начал говорить, из-за болезни начал говорить. И, говорит, и ты, который, значит, он так вот руками, как и я, может быть, махал, говорил, значит, сопутствовал своими словам. И, говорит, и ты, который болеешь почками там, или еще, на меня прям показывает. Ну, он-то не думал об этом, но он так показывает. Ну, значит, Господь может исцелить тебя. Ты должен обратиться, значит. И я так сразу поменял свое решение и сразу Господу заявил, чтобы церковь молилась. Не думал молиться. И вот я обратился как-то тоже вот дней несколько назад. сидел в собрании, мама позвонила сестра и говорит, сильно мама болеет. Сильно, значит, нога болит, места не находит себе. Я так взял записочку, написал и говорю, она нужна нам. Она нужна нам. Вы знаете, я как-то не обращал внимания тоже на матерей. Сейчас вот я только их разумею. Вот в этом возрасте я понимаю их. Еще, может быть, не до конца, еще не дожил до их возраста. Но я настолько, они ценно для меня стали, мама стала. Я сожалею, что отец ушел раньше. Я не мог выразить свою любовь к нему, свое попечение. Я почти каждый вечер у нее бываю. Поздно или нет, она ждет. И вчера тоже говорит, уже поздно. Она говорит, подожди, они еще должны приехать. И мы приехали в 11 часов. И, значит, она у сестры находится. И вот когда я, значит, нападал записочку, взял брат, прочитал, а там я еще написал 88 лет ей. И он так усмехнулся, еще брату соседнему говорит, ну, 88 лет, я так понял издалека, не зная, конечно, какие там у них разговоры. Вот. 80 лет, 80 лет. Но она для нас ценна. Это мать, которая отдала все себя. И она до сих пор переживает. Она до сих пор спрашивает за каждого. По имени знает каждого. Она знает дни рождения каждого. Хотя у нее 37 внуков. Вот. И за всех переживает. Знаете, и для меня это было как-то оскорбительно. Это было. Но я так, думаю, успокоился об этом. И я стал молиться. Стал молиться с церковью. Кто-то помолился, может быть, запомнил это. И когда пришел я, она так же ей труд ногу, места не находит. И знаете, уже почти собирались уходить. И вдруг, я говорю, может быть, вас посадить? Или еще что-либо? Значит. И опустил ей, взял ногу. И она минуту 5-5 сидела, говорит, ничего не болит. Ничего не болит. И потом, говорит, и ночью сестра к ней подходит, она говорит, вот Анатолий пришел, опустил ногу, и ничего не болит. Я знаю, что это было по молитве церкви. Я знаю, что Бог услышал и желание моего сердца, как сына. И поэтому, дорогие братья и сестры, будем дорожить друг другом. Христос вводил в этот Иерусалим. Он переживал о том, что они не узнали. Не узнали царя всех царей, у которого жизнь вся сокрыта. В нем источники жизни. Они не узнали. Он плакал за них. Почему? Потому что сокрыто. Жизнь не такова была. И поэтому для них закрыто было, дорогие братья и сестры. Они не узнали. Геезию в свое время помолился Элисей и сказал, чтобы Господь открыл его очи. И он увидел, огненные кони стояли. Те, которые, не простые кони, окружали их, но огненные. И он говорит, с нами больше тех, которые тут, в этом мире. Дорогие братья и сестры, Господь так ополчается вокруг боящихся Его. Но тех, которые узнали Его, те, которые узнали посещение Его, те, которые встречали Его. И они, он даже говорит, посмотрите, переживания такие вот. Эфиоплянин, который вытащил Иеремию с этого, с колодца там, который брал, значит, просил царя, чтобы вытащить его, иначе он там погибнет. И у него переживания, страх, народ приходит, война идет. А Господь не забыл и о нем. Он говорит, скажи ему, что я спошу, что я судушу его. Это в дар ему будет. Дорогие братья и сестры, пусть Господь нам скажет, что Он сделает для нас многого и благословенного, то, что детям своим. И самое главное, чтобы мир, чтобы наполнял сердце наше. Почему мир, дорогие братья и сестры? Потому что, я вспоминаю, как и проповеди предыдущие, братья говорили об этом. Мир. Когда мир в сердце, это значит с тобою Иисус. С тобою тот, который над всем царь царей, дорогие братья и сестры. Тот, который всем управляет. И Он может все соделать. Он может отвратить гнев врага по отношению к тебе. Он может все сделать, дорогие братья и сестры. И поэтому, мы дети Его. Мы те, которые вкусили благодать Господа нашего Иисуса Христа. Те, которые следуем за Ним. И если кто-то споткнулся или упал, или еще что-либо, дорогие братья и сестры, есть Тот, Которому мы пришли сегодня поклониться. И мы присклонимся перед Ним, для того, чтобы попросить Его милости к нам, детям нашим. Благословения Его, они ничтожны. Я перечислил немножко только, дорогие братья и сестры. Сказал, что Господь сделал так. Но Он благословит тебя, и ты увидишь тот, о чем ты молишься, о чем переживает и тоскует сердце твое. Придай Господу твоему, путь твой. И Он совершит. Придай желание Своему Господу. Дорогие братья и сестры, мы часто думаем, вот время уходит, время упустили, вот еще что-либо. А Господь знает что. Он знает, но Он видит, что ты не доверяешься Ему. Он хочет, чтобы ты, Господи, все делай, расположи сердца братьев, расположи и то, чтобы все было так, как хочешь ты, чтобы у нас сердце было одно. И вот в этом служении, дорогие братья и сестры, мы предстоим, такие как есть. Мы пришли сюда. Пусть не унывает сердце наше, дорогие мои. Господь любит нас и благословляет нас. Мы даже не задумываемся об этом. Мы даже не думаем, а Он печется о нас, говорит. Я знаю тебя. Я знаю тебя по имени. Аминь. Будем молиться.